Здравствуйте! В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Нина Батырева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Инициативы горожан. Где не хватает лежачих полицейских, а где неплохо бы запретить парковку. По просьбам читателей интернет-викторина, посвященная году кино, продлевается. Народный артист в Кандалакше Алексей Гоман остался в восторге от местного зрителя. Следственными органами начата процессуальная проверка по факту обрушения стены аварийного дома на улице Данилова. Напомним, накануне деревянными конструкциями развалюхи придавило мужчину, который в момент происшествия находился внутри строения, признанного аварийным. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Выясняются причины обрушения, опрашиваются очевидцы, изучается документация. Как сообщили в следственном отделе по городу Кандалакша, первые итоги процессуальной проверки станут известны только через 10 дней. Тогда же будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. На этой неделе состоится заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В повестке дня заявлено семь вопросов. Часть из них – это инициативы горожан, поступившие в адрес городских властей. В частности, планируется обсудить вопрос о соответствии требованиям безопасности территории, прилегающих к школе номер 10. Данная тема была озвучена недавно членами Координационного совета общественности. По мнению активистов, подъездные пути к образовательному учреждению, особенно в утренние часы, плотно заставлены легковым автотранспортом. Что может привести не только к созданию аварийных ситуаций, но и, что более печальнее, к травмированию детей. Рассмотрение еще одного вопроса, заявленного в повестке дня, инициировано одной из скандалокшанок. Наша землячка предложила оборудовать искусственными неровностями пешеходный переход от взрослой поликлиники к школе номер один. Впрочем, к такому предложению горожане отнеслись неоднозначно. Как показывают итоги мини-опроса, организованного в официальной группе программы «Пульс города ВКонтакте», почти 50% респондентов считают установку лежачего полицейского неразумным шагом. Четверть опрошенных идею поддерживают. Собственники квартир, переведенных на электрообогрев, накануне были слегка обескуражены. Руководитель государственной жилищной инспекции по Мурманской области рекомендовала им не мешкать и менять электробатареи на батареи централизованного отопления. С таким заявлением Алена Кузнецова выступила в эфире регионального телеканала. С позиции ГЖИ в корне не согласны и готовы бороться за свои права до конца. Именно так прокомментировал выступление Алены Кузнецовой кандалокшанин Владимир Виноградов. Вот уже больше года он является лидером инициативной группы по электрообогреву. По словам нашего земляка Кандалокшани, в чьих квартирах установлены электрические батареи, пытаются добиться справедливости в суде. Параллельно изучают опыт других регионов и совершенно обоснованно недоумевают, почему им приходится платить за услугу, которой они не пользуются. Какие шаги будут предприняты в ближайшее время? Как собственники квартир, переведенных на электрообогрев, собираются бороться с системой? И есть ли в этом толк? Большое интервью с Владимиром Виноградовым смотрите в нашей программе на этой неделе. Кто-то везет из Санкт-Петербурга на память магнитики, а кто-то предпочитает нелегальные сувениры. В районе Кандалакши наркополицейские вместе с сотрудниками ГИБДД задержали автомобиль с запретной начинкой. Транспортное средство было остановлено оперативниками на трассе в районе Кандалакши. При проведении досмотра в машине было найдено наркотическое средство, а именно гашиш массой порядка 50 граммов. На момент задержания в автомобиле находилось четверо мужчин. Все они – жители Кавдора. Молодые люди признали, что приобрели наркотики в Санкт-Петербурге, откуда, собственно, и направлялись домой. Помимо гашиша в автомобиле также было обнаружено 50 таблеток тестостерон Энантан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Внимание, мотор! К участию в интернет-викторине приглашаются все желающие. Конкурс продлен до 28 марта. И теперь возможность продемонстрировать свои знания в области истории кино есть у каждого. В 2016 год объявлен в России годом кино. Неразрывную связь этого вида искусства с книгами отрицать нельзя. Сколько замечательных фильмов стали экранизациями литературных произведений. Существует и немало книг, написанных по мотивам кинокартин. Учитывая это, каналахшские библиотекари решили провести для горожан интернет-викторину. Принять участие в ней могут и те, у кого есть проблемы со всемирной сетью. Во-первых, можно прийти в библиотеку и воспользоваться интернетом в библиотеке. А во-вторых, в каждой библиотеке есть печатный вариант викторины, который можно заполнить и сдать. Такие викторины нам сдавали. И на данный момент у нас уже 22 участника. Правильные ответы появятся на сайте Кандалакшской библиотечной системы 29 марта. А подведение итогов и церемонии награждения победителей состоится 9 апреля в Центральной детско-юношеской библиотеке. В этот же день здесь начнет работать предметно-иллюстративная выставка, посвященная истории кино. Минувшим вечером в зрительном зале Дворца культуры «Металлург» не было свободного места. В рамках тура по родному краю в наш город приехал народный артист и наш земляк Алексей Гоман. Дом, родной, краю чудесно, Сырные в своей судьбе, Дом, родной, знакомый, Дом, с детства, В том, все пути ведут к тебе. Алексей Гомана в Мурманской области знают и любят. Во время его участия в проекте «Народный артист» за него голосовали жители всего региона. И теперь, впервые после победы в конкурсе, он приехал, чтобы дать концерт для своих земляков. В программе тура 10 городов, и Кандалакша стала второй в этом списке. «Народный артист» Изначально нашего города в программе тура не было. Но Кандалакшане, узнав, что артист дает концерты в соседних городах, просто оккупировали его просьбами навестить и нашу сцену. В долгу не остались. Алексея встречали как родного. Кандалакша появилась в нашем туре неожиданно. Она не планировалась. И я очень рад, что это произошло. Потому что у вас хорошо. Люди прекрасно принимали. И публика. Ну, я не знаю, здесь вообще пока два концерта прошло из десяти. Это Апатита и Кандалакша. И здесь люди меня принимают как родного. С чего бы это? Наверное, потому что я здесь родился. Луч солнца золотого Тьмы скрыла пелена И между нами снова Вдруг выросла стена Да, Алексей Гомон родился и вырос в Мурманске. Но на родине не был давно. Как он сам признается, единственная ниточка, которая связывает его с Кольским полуостровом – его брат Евгений. Кстати, Кандалакшанам повезло. Ведь именно на сцене нашего Дворца культуры вчера братья Гомоны впервые совместно исполнили песню «Родители ушли». А ее автор – тоже наш земляк, знакомый многим Кандалакшанам – Дмитрий Левитас. Алексей порадовал Кандалакшан исполнением всем известных хитов. В зале царила такая атмосфера единения, что зрители буквально подхватывали строчки песен с полуслова. ПЕСНЯ – ДОБРОМСКИЙ ПЕСНЯ – ДОБРОМСКИЙ ПЕСНЯ – ДОБРОМСКИЙ ПЕСНЯ – И, может быть, во всем виной я сам, может, я тебя никому не дам. Вообще весь концерт был не совсем обычным. Певец вел себя на сцене не как звезда, а скорее как старый приятель всех сидящих в зале. Много шутил, рассказывал истории из своей жизни. В Кандалахшане такой формат мероприятия восприняли с восторгом. На ура публика принимала не только известные произведения, но и мало знакомые песни собственного сочинения Алексея. Ну и самый ожидаемый хит программы Алексей Гоман решил оставить, так сказать, на сладенькое, исполнив его в завершение концерта. Русский парень в огне не горит. Русский парень в огне не горит. Русский парень в огне не тонет. А после завершения программы улыбчивый русский парень вышел к своим поклонникам. В автографе или совместной фотографии не отказывал никому. И теперь кандалахшане будут надеяться, что когда-нибудь певец обязательно снова посетит наш маленький город, так как теплый прием ему уж точно будет обеспечен. На этом наш выпуск завершен. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время.